друзья всем доброго утра хорошего дня и отличного настроения мы с вами находимся на заправочке лукойл который расположен на объездной города иранской сегодня утром мы встречаем именно здесь на часах уже 6 часов 15 минут и я хотел вместе с вами послушать пение птиц но дорога здесь рядом и я слышу приглушает приглушает немножко звук проезжающий транспорт но это не беда поверьте мне очень приятно встретить утро вот такое осеннее теплое ну хотя какое оно теплое уже ниже 10 градусов ночью но днем еще разогревает очень даже хорошо позади мой трудяга он уже бьет копытом и говорит хозяин поехали нам еще с тобой 2023 километра до места а впереди у нас всего лишь два дня нет вру у нас два дня и еще две ночи так что можно еще наверстать друзья и давайте я вас не буду с утра мучить болтологией все остальное я вам расскажу на ходу а теперь поехали нельзя заставлять железного коня ждать я уже за рулем своего трудяги и как я вам и говорил у нас впереди 2021 правда километр на два километра я ошибся на часах уже 635 и за бортом нас всего лишь семь с половиной градусов да как я вам и говорил ночки стали холодные так запас хода у нас на 2670 километров а это значит что до омска по крайней мере до омской области мы поедем уже без остановок ну как без остановок конечно будет остановка на обед на ночлег и самые главные условия друзья умылся сам умой и друга сейчас намыл стеклышки чтобы нам ничего не мешал несмотря на такую прохладную погоду у нас все равно есть еще такие северные комары и бабочки которые по ночам летают ну что усаживайтесь поудобнее не будем терять время и в путь как в мультфильме про корабль любви как он там сказал земля прощай в добрый путь а вот как раз и солнышко у нас выходит из-за облаков хорошо по час нет тумана вчера он тут нас немножко под напугал думал сейчас ночью да еще в тумане ехать когда рядом лес это опасно ну и поедем мы с вами сегодня расскажу я немножко маршрут каким мы собираемся ехать сейчас проходим яранск и уходим мы сразу на советск дать кто-то скажет в советский там мост с ограничением куда ты прешься но друзья поехал бы я конечно через котельнич без вопросов но там возле орлова мост для грузовиков вообще закрыт здесь он с ограничениями а там вообще закрыт и к тому же к тому же если нам сейчас ехать не нарушая правил проезда моста это нам надо уйти сначала в сторону котельнича потом на т-образном повернуть направо вернуться на советск и уже продолжить путь советско на киров но это крюк получается чуть ли не в 70 километров если не больше а время то у нас не резиновые мы и так немножко опаздываем точнее выбились из графика ох какой классное солнышко ах прям душа радуется и главная погодка сухая дождя нет ехать одно удовольствие вот здесь перекресток даже еще поставили знак стоп но раз светофоры находятся в режиме ожидания другими словами не работают мы сейчас обязаны просто остановиться у стоп линии посмотреть направо к тому же мы выезжаем со второстепенной на главную и если кто то есть а он есть идет него придется пропустить за ней автобус тоже сюда да а тут еще и mercedes все разобрались по очередности проезда перекрестка и поехали да вчера мы простояли на следственном эксперименте и я не удивлюсь потому что вот так велосипедисты ездят да ладно днем а то еще и ноль ночью и вполне вероятно что кто-то и пострадал может быть пешеход может быть велосипедист но следственные эксперименты ставить не случайно явно это связано с гибелью человека переезжаем мы в речку гуртма и самое главное почему я еще поехал этим маршрутом мне немножко хочется прокатиться вместе с вами через киров раз уж сейчас у нас дорога скотельнище на киров закрыта а это шанс это шанс то есть у нас уже вынужденный измененный маршрут через сам город а это ни много ни мало все таки как минимум четыре по моему четыре да если по названиям судить четыре улицы мы проедем и заодно посмотрим чем дышит город как живут его жители ну конечно же прогулка у нас будет на колесах все что успеем и с вами посмотрим но еще и до кирова у нас с вами будет много населенных пунктов в частности по пижамке мы проедем через весь населенный пункт и через советск тоже мы пройдем по прямой но окраину города мы все-таки захватим подходим мы к нашему перекрестку и вот здесь на информационном щите было и написано как раз то что сейчас мы еще раз прочитаем движение по мосту через реку пижма город советск киров ирансис ограничено вот про что я вам оговорил да про тот самый мост но объезд получится далековато в нашем случае и рассказал я вам про то что туман прошел оказывается нет мы еще сейчас въедем в туманность андромеды и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok По пути у нас встречается первая деревня после Иранска, это Титова Я имею ввиду первая, ту которую мы проезжаем рядом Те, что вдали от трассы, я их конечно же не считаю, потому что их не видно А то, что мы с вами можем посмотреть, ну как красиво облагородили участок То, что мы с вами можем посмотреть недалеко от дороги Мы этим как раз и воспользуемся Да, Титова само по себе Сам по себе поселок небольшой, но я смотрю даже разводят индюков Сколько я примерно на вскидку домов 20, наверное, здесь проехали Или того меньше Но если вы обратили внимание, на сарае тоже висят колпаки От колес легковых автомобилей Посмотрите, друзья, классная утренняя картинка Березовая роща За ней такой уже растворяющийся туман И солнышко Солнышко в перемешку с легкими облачками и голубым небом Самая главная дорожка Дорожка прямо ровная-ровная Ну, не сказать, что это автобан Но по нынешним меркам этой дороги Можно смело поставить 5 с плюсом А вот уже и пижанка Про которую я вам рассказывал Это у нас большое село И протяженность его идет вдоль дороги Ой, даже затрудняюсь сказать, сколько километров Но так сказать внушительно Километра три-то как минимум, наверное, идет Пожалуйста, стоянка Шиномонтаж И отсюда у нас до Советска 35, а до Керова 175 километров Торговый дом мечта И вот в конце Торгового дома есть кафе мечта Вот здесь я кушал Тут в кафе Как в ресторане обслуживают То есть ты Садишься за стол Тебе дают меню Ну или оно лежит уже на столе То есть заказываешь И тебе приносят Поначалу мне показалось немножко диковато Думаю Сейчас как в ресторане насчитают Нет По тем временам Правда было это давненько По тем временам Цены были нормальные Но сейчас везде, конечно, цены поднялись Что говорить И поэтому сейчас не знаю Как я тоже вот Разрекламировал вам Тогда кафе Так, немножко здесь Повнимательней Что я никак не могу Название кафе То вспомнить Приезжали вчера мы его После Семенова Деревня Боковая Вертится на языке Название никак не вспомню Ну вот Разрекламировал Что там все вкусно Все хорошо И цены приемлемые А потом Видите В этом году Заехал Я думал Цирк стоит Смотрите Купол такой сделанный В этом году заехал Чисто случайно Не специально Конечно То что Захотелось поесть И ребятишек Главное накормить И от космических цен Просто ахнул Главное Цены нарисованы Вроде небольшие Смотришь на ценники Да Но Внизу так Мелкими такими Боковками Написано Циферками За 100 грамм А каждое блюдо Оно Вытягивает Грамм Под 300 Вот и считайте Что На расчете На выходе У вас Получается Цена в 3 раза дороже Той на которую Вы рассчитывали Так я понял Что это школа Памятник Вечным павшим Героем Года войны Рядом школы Футбольное поле Так а вот здесь Что у нас за предприятие Может совхоз Какой Да потому что Сельхозтехника стоит Но никаких Опознавательных Знаков Предполагаю Что это Совхоз Или колхоз И вот здесь У нас Территория Пижанки Заканчивается Проезжаем Иголомидово Оно тоже У нас Находится Рядом с дорогой Но как бы В стороне Да Огороды Все уже Картошку убрали Осталось Здесь только Те овощи Которые Растут В парниках Я так понимаю Что здесь тоже Небольшой колхоз Или совхоз А вот за ним Как раз вдалеке Светится Божий храм А называется он Вознесенская Церковь Переезжаем мы Реку Немда Или Немда Как классно Смотрит Спокойное Русло Реки На воде Штиль Ну водичка Такая какая-то Мутноватая И мостик Через эту Речку Немножко подразбит Да Местные Автолюбители Летают Как хотят Сплошная Для трусов Ладно Мелкие А вот Когда идут Уже Микроавтобусы Казань Экспресс Он наверное Посылку Срочную Предоставляет Въезжаем мы В поселок Новый Здесь тоже Своё хозяйство Смотрю Тоже Стоит Сельхозтехника И Там Нет Здесь вот Еще Помимо Сельхозтехники Еще Какое-то Предприятие В баньке Топится Печка Кто-то Сегодня Будет Принимать Легкий пар Поздравление С легким паром Да На календаре У нас Точнее День недели У нас Сегодня вторник Для кого Как Кто В пятницу Ваньку топит Кто В субботу Кто В воскресенье А кто И во вторник Да И конечно же Основное Здесь Производство Это у нас Все связано С лесоразработкой Леса Здесь много Строевого Так что На доски На брусья На тез Материала много Так И мы с вами Уезжаем Уже В город Советск Ограничение У нас 30 тонн И стоит У нас Машинка ТПС Правда Стоит Не на нашей Стороне А мы Кстати С вами Сегодня Идем Здесь Без нарушений Да Если Общая Масса Тут Ограничение По мосту 30 тонн То Я посчитал Даже С учетом Того Что Автомобиль Заправлен У меня Сцепка Весит Пустая 16 Тон 300 Килограмм А Груз У меня Составляет 13 Тон 300 Килограмм И Все это Складываем Получаем 29 Тон 600 Килограмм Так что Мы Еще Идем С Небольшим Запасом Даже Если Нас Остановят Пожалуйста У меня Все документы В порядке Проверьте Накладные Проверьте По Свидетельствам О Транспортном Средстве Сколько Составляет Его Вес И тогда Методом Несложных Вычислений Вы поймете Что мы Идем Без Нарушений Да Наверное Если бы Мы Не Простояли Вчера На следственном Эксперименте Сколько Мы Там 45 Минут Нам Надо В левый Ряд А тут Товарищ В правый Ряд Так Не будем Торопиться Замигал Светофор Немножко Постояли И поехали Сейчас еще Главное Утро Торанее Я думаю Что На реверсивном Движении Перед Мостом Еще Не должно Скопиться Много Транспорта Второй Светофор Зацепили Тоже Немного Время Потеряли Магазин Под Зонтом Мясокомбинат Советский Да Название Такое Интересное Советских Времен А может Он и есть Советских Времен 53-50 Здесь Топливо И все Таки Нам Придется Зацепить И здесь Светофорчик Ну Как говорится Бог Троица Любит Два Светофора В Советские И Третий На выходе Перед Рекой Пижма И Тоже Тоже Постояли Относительно Недолго Сейчас Сейчас Как раз С моста Полюбуемся Речкой Пижма Она Неглубокая По крайней мере Здесь Возле моста Так Движение Только Посередине Моста Вот Ведь Что значит Что значит Мост аварийный И поедем Мы здесь Аккуратно Посередине Я думал Там Бакин Плавает Думал Ничего себе Что здесь Судоходная Речка Нет Оказывается Это Плавает Рыбак На лодке В красном В красном Одеянии Такое ощущение Как будто Красный Бакин Означающий Отмель Вот мы уже И на другом Берегу На километровом Столбике Была цифра 134 А это значит Что нам До Кирова Осталось 134 Километра Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова